МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы записали, что это была спецоперация, которые заранее определили, кому сколько нарезать и подгоняли эти результаты под ту схему криминальную, которую высказали некоторые ретивые администраторы. Например, Башкирия у нас 18, 20, 25%. Рядом Татарстан та же обстановка, такая же организация. Оставили 5%. Все остальное просто нахально и преступно украли. И не хотят отвечать за это дело. Если взять Дагестан, вот Александра только вернулась, она своими глазами увидела, что там нет нормальных выборов. Там ситуация взрывоопасная. Там надо все сделать, чтобы нормализовать ситуацию. И мы готовы максимально этому способствовать. Есть у нас абсолютно криминальная зона по имени Мордовия. Там один сидел, который все голоса ссыпал в урну Единой России. Второй пришел, делает то же самое. Две республики рядом. Мордовия и Мариэл. В Мариэл мы посылали полтысячи наблюдателей, ну и сломали эту криминальную систему. Там у нас выиграл Казанков-младший одномандатный окорох, а там мы получили 25, 27, 30 процентов и более. Мы взяли то, что мы там имели. А рядом Мордовия оставили 5 процентов. Все остальные тоже утащили в Украину. Вся беда в том, что эта криминальная зона расползается. Ее не остановили даже в Нижнем Новгороде. Мы специальный фильм сделали, внедрили в эту криминальную шайку своего парня, который отснял всю систему. От момента дачи задания по нужному результату до фальсификации на избирательном участке. Я этот фильм вручил президенту и сказал, отдайте спецслужбам, пусть расследуют, на каком основании действует криминальная группировка, начиная с руководителей, кончая местными структурами. Все это разлагает общество до нельзя. Но самое печальное, что это не дает возможности решить проблему. Вот так, от бумаги всю работу мы заширкнули. Нет, нет, а проблемы, работа есть, и ваше желание исправить ситуацию нам симпатично. Но откровенно говорю, что, например, нас перепугала ситуация в Саратовской области. Мы сегодня передали материалы. Там на десятках участков совершенно одинаковый результат. Не может быть этого. Не может. И вместо того, чтобы там местный избирком отреагировал, мы должны заботиться об авторитете наших депутатов, руководителей. Мы обязаны это делать. Он даже не хочет принять заявление для рассмотрения такого беззакония и такого безобразия. Мы готовы максимально, готовы максимально помочь избиркому здесь наводить порядок. Почему? Потому что кризис обостряется, ситуация в стране становится, на мой взгляд, взрывоопасной. 72 человека из 100 живет на 15 тысяч рублей менее. Дети войны получают 10-12 тысяч, влача жалкое существование. Этот состав Думы, который избирался по старой схеме, не проголосовал ни за детей войны, ни за качественное иное образование, ни за принципиально новый бюджет развития. Дети проложают старую политику. Она приведет к тому, что у нас будут в стране неприятности. А мы категорически против этого. Мы против санкций, против того, чтобы воровали чужие голоса. Мы ни на что не претендуем. Но если не будет диалога, если не будет нормального подсчета, если опять люди проголосуют ногами и не пойдут на очередные выборы в сентябре, и на президентские, тогда легитимность власти становится полностью под сомнением. А это означает трагедию для всех нас. Мы возвращаемся к Ельцинскому временам. Этого допускать категорически нельзя. Поэтому мы будем максимально помогать, Элла Александровна, наводить порядок. Но здесь дело и за Думой, и за администрацией. Я все эти вопросы обсуждал. С президентом, подробно с премьером, с Володиной. Они во многом согласны с позицией, с оценками. Давайте вместе исправлять ситуацию. Я надеюсь, что мы, по крайней мере, сейчас на верном пути обсудили все проблемы. Да, да, да. Я тоже надеюсь, поскольку если уйти от обобщения, все-таки реально. Вот мы выявили из 85 регионов, ну, где-то нарушение разной степени в 23-х. А вот от КПРФ у нас даже меньше. Я думаю, что у вас где-то претензия примерно, по моим подсчетам, к 12-17 регионам. То есть не все так ужасно. Это самым криминальным. Да, честно скажем, что за это время все равно наши усилия, в результате наших общих усилий, нам все равно очень много удалось сдвинуть в лучшую сторону. А сейчас нам что важно, вот почему, в чем мы должны объединить усилия? Наблюдатели. Везде должны быть наблюдатели от КПРФ. На всех 90 с лишним тысяч участках. Мы сейчас будем заниматься их обучением, готовить грамотных наблюдателей, грамотных членов комиссии участковой, чтобы члены комиссии КПРФ были принципиальны, вовремя хватали за руку нарушителей, грамотно составляли, извините, документы, чтобы их принимали в суде, а мы будем помогать. Поэтому у нас очень много такое поле, скажем, совместных действий, где мы должны грамотно простроить свои совместные усилия, чтобы, скажем, выборы были, к ним было доверие, чтобы никто не сомневался в их легитимности. Я очень рассчитываю, Геннадий Андреевич, на то, что, с учетом того, что ваша партия, она имеет большой, скажем, опыт, и она довольно многочисленная, крупнейшая, одна из крупнейших партий в России, что вот эти все вопросы, конечно, мы с вами вместе будем решать. В заключение один пример хороший. Очень удачно мы сегодня дату выбрали. Ровно сто лет назад в этот день рухнула одрехлевшая российская монархия Романова. Но исправили ситуацию на выборах, когда избрали депутатов, и главным стал труд, справедливость и дружба, то все депутаты в бывшей Российской империи съехались на съезд Советов и восстановили нашу державу в форме СССР, которая победила фашизм, прорвалась в космос и создала лучшую социальную систему. Вот давайте учиться у наших предшественников, которые сумели на выборах собрать страну, избавить ее от фашизма и новой войны. По крайней мере, перед нами похожая задача в счете стоит.